Доброе утро, друзья! Сегодня практика. 100 глаголов. Практика на поиск своего предназначения. Конкретный материал, рабочий материал. Если у вас есть трудности с определением, чем заниматься в жизни, например, вы ходите на нелюбимую работу, тем более наемную работу, вы там мучаетесь, живете тем, что вынуждены зарабатывать деньги, и это доставляет какие-то внутренние страдания, и вы хотите все-таки найти то, чем вам заниматься, какие-то раскрыть свои способности, действительно быть в гармонии со своей душой и делать то, что вам хочется и вам любо, то можно сделать такую практику. Практика называется «100 глаголов». Это суфийская практика. Я с ней познакомилась, когда была в Узбекистане у Мирска Римаса Наколыча Нарбекова. Мне она реально очень понравилась. Вообще эта поездка тогда очень сильно отразилась на моей жизни. И те знакомства, которые там состоялись, они действительно были ключевыми. И я благодарна Богу за то, что они были. Смотрите, в этом мире проявлено только наше тело в этой игре под названием «Наша жизнь». Мы имеем только физическое тело, поэтому всю информацию мы можем снимать именно через него, через аппарат чувств, ощущений, через какие-то тонкие настроечные вибрации. И плюс у нас в мозге есть определенная зона, которая отвечает за удовольствие. У нас есть определенные гормональные механизмы регулировки. То есть нам может нечто дарить радость и удовольствие. Когда мы говорим о предназначении, мы говорим о радости и об удовольствии. Ни один из нас не пришел в эту жизнь страдать. Мы пришли играть и кайфовать. Божественное состояние базовое – это такой радостный детский восторг, стебный восторг, когда хочется что-то утворить, сотворить. Вот это базовое состояние, которое ведут к прорывам, к счастью, к наполнению энергии, к восстановлению здоровья и так далее. Когда мы это знаем, мы понимаем, что точно так же, используя эти механизмы, мы будем искать то, зачем мы сюда пришли. Что делаем? Берем лист бумаги, ручку, и пишем подряд 100 глаголов, именно глаголов, именно действий, которые могут иметь какой-то материальный результат. Глаголы трансцендентные типа «любить», «благодарить» и так далее мы не пишем. Они вызывают резонанс в телах абсолютно всех людей. Мы пишем глаголы «прыгать», «бегать», «рисовать», «скакать» и так далее. Кому что в голову уйдет, можем уточнить одним существительным. Вышивать крестиком, вышивать ноликом. Поверьте мне, 100 глаголов – это уже поток. Потому что сразу написать 100 глаголов, если вы будете рвать поток, это уже снижает качество работы. Поэтому я предлагаю один раз набраться сил, отвести время, и просто сесть, словить поток, написать 100 глаголов, в кого прорвет, можно и больше. В моей практике были люди, которые писали оптом по 180. Вот вы их написали. После этого вы откладываете лист в сторону. Следующий шаг. Вы приходите и берете лист на следующий день. Это делается по чуть-чуть. Мы привыкаем к ощущениям, как к запахам. Поэтому более 10 глаголов «прогнать за раз через тело» сложно. Есть, конечно, уникумы, которые до 20 могут прогнать, но это крайне сложно. Так, десяток. И дальше мы делаем как? Мы закрываемся, остаемся тихо, наедине, сами с собой, чтобы никто нас не потревожил. Входим в медитативное состояние расконцентрации ощущений в теле, так, чтобы вы чувствовали свое тело очень хорошо, вы были внимательны к нему, внимание в теле. И читаем вслух, именно вслух, первый глагол. Читаем, повторяем несколько раз. Повторяем, повторяем и чувствуем, как он отзывается в нашем теле. Рождаются ли какие-то приятные эмоции, рождаются ли какие-то отклюки, возможно, чувство вызывает. Очень классно, если у вас на этот глагол вдруг идет поток энергии, и вам хочется действовать. Это как призыв у вас работает. Вот эти глаголы, которые вызывают вот такие реакции положительные, мы их оставляем. Те глаголы, которые вызывают сразу, наоборот, негативную реакцию, когда энергия сбрасывается, или вам ничего не хочется делать, или это вызывает у вас раздражение, или вообще нет никакой реакции на глагол, мы их вычеркиваем. Бывает так, что в самом начале, пока вы не научились чувствовать, какие-то глаголы, кажется, что не вызывают ощущений, поэтому пока временно их оставьте, там первый десяток. А потом все равно прогоните их и перепроверьте, действительно ли у вас в теле идет положительная реакция, действительно ли эта реакция наполняет вас жизнью, и хочется жить, и хочется творить. Мы к этим состояниям стремимся. И вот после того, как вы вычеркнули каждый день по 10 глаголов, и потом отложили, 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 и у вас через какое-то количество дней останется штук 30, которые у вас однозначно вызывают, плюс-минус, которые вызывают у вас однозначно какой-то позитивный отклик, и вы не знаете, какой из них лучше вам подойдет. Порядок написания глаголов не меняем. Как было написано, так и оставляем. После того, как все это удалено, вычеркнуто ненужное, вот эту тридцатку мы шмонаем дальше. Мы ее читаем, возможно, и по 5 раз, и по 10 раз. Мы находим из этих вот глаголов 3, которые имеют самый сильный отклик, самое сильное воодушевление, энергетическое наполнение, желание творить, которое приводит у вас, рождают какие-то образы, какие-то творческие идеи у вас появляются, вот с этим связано. А мы эти глаголы оставляем, все остальные убираем. И у нас получается листик, на котором написано 3 глагола в разбросанном состоянии. И дальше, дальше. Вот из этих 3 глаголов нам надо придумать, чем мы будем заниматься в жизни дальше. Если вы сконцентрируете внимание на самом первом глаголе, то у вас со временем пройдет день, два, вы начнете снить, у вас какие-то отклики во внешнем мире, кто-то вам посоветует на эту тему, у вас пойдет обратная связь со внешним окружающим миром. Потому что информацию зачастую наша душа не может до нас иначе донести, потому что мы ее все равно не слышим, заблокированная там своими какими-то включениями во внешнюю игру. И ей проще нам выдать информацию через внешний, через чужой рот, через чужой билборд, или через чужую музыку, еще через что-то. Да, мы это воспринимаем, как будто это существует вне нашего сознания, но это же продукт нашей психики. И душа через это нам заводит информацию на эту тему. Просто эту тему улавливаете. И для себя выстраиваете, выстраиваете тот род деятельности, которым вы будете заниматься. И если это собственный бизнес, а поверьте мне, в 90% случаев это собственный бизнес, то вот этот процесс весь займет порядка 9 месяцев. И здесь надо сделать два момента, обратить внимание на что. Новый товар или услуга на рынке, для того, чтобы она пользовалась спросом, она должна быть либо абсолютно новой, либо улучшенной старой. Всего лишь два варианта. То есть, когда вы думаете о том, чем вы будете заниматься, это должно быть либо совсем что-то новое, чего сейчас нет. Вы углубляетесь для того, чтобы развить тему, уйти дальше. Так провоцирует наше сознание для того, чтобы мы углублялись и вытаскивали новую информацию и меняли эту жизнь для того, чтобы снова ловить кайф. Вот этот механизм психический, он работает. Либо же вы улучшаете старое, и точно так же у вас появляется свое место под солнцем. Вы творите, занимаетесь любимым делом. В какой-то момент вы все равно уйдете в то, что вы будете доставать новое. Это нормально. Но первый глагол обычно начинает реализовываться в жизни уже как живое бизнес-направление. Кстати, там вы потом еще придумаете, как это монетизировать. И тоже интересный момент, как только сконцентрировала внимание, а как мне это монетизировать? Первые мысли, они примитивные. Продать, да, вот как у нас в обществе принято. А на самом деле монетизировать можно другими способами, косвенными. Когда, например, вы какую-то часть там делаете, например, бесплатно, а где-то совсем с другой части у вас на другом идет доход. Но эти вещи между собой связаны. Вы эту связь чувствуете, видите, знаете. То есть таких вариантов сейчас очень много. И вы сами определите. Именно слово монетизация здесь подходит. Потому что на определенных этапах у людей есть тараканы. Как-то из-за своих хоббий, за любимое дело возьму деньги. Это же, это же. И когда вот такие тараканы случаются, то иногда вот этот косвенный обходной вариант великолепно работает, тоже создает бизнес. Неважно, вы придумаете монетизацию, потому что любой проект без монетизации, он обречен на неуспех. Потому что ваше физическое тело надо поддерживать. Надо, чтобы программа ума не могла вас зацепить за то, что вы не можете куда-то поехать, с кем-то пообщаться, решить какие-то вопросы, потому что у вас нет денег. Такого не бывает. Это значит, у вас есть в голове какие-то ограничения, которые не позволяют вам это делать, чтобы это проявилось во внешней реальности. Обычно все случается в гармонии, когда вам приходят мысли, у вас тут же все подворачивается в событийные ряды так, что вы это реализуете. И вы не паритесь на тему, есть у вас или нет. Для этого не надо иметь миллионы. Для этого надо иметь просто приход расход и расход в гармонии. Это тоже один из таких моментов, в которых есть перевертыши в нашем социуме. Но в любом случае, у каждого свое программное обеспечение в голове. Каждый выстраивает свою реальность. Кому нужны миллионы, те выстраивают на миллионы. Кому нужна просто гармония, те выстраивают на гармонии. Кому нужно кайф от любимого дела выстраивать так. Поверьте мне, эти все вещи соединятся в дальнейшем. И таким образом первый глагол включается в работу где-то в течение первых 9 месяцев после того, как вы его нашли. Начинает приносить вам доходы. Еще примерно в течение двух лет включается второй глагол в работу. И еще в течение пяти лет случается третий глагол. После 9 лет работы вот уже имеет смысл переписать глагол. И какой-то из глаголов уже заменится на следующий. Так оно работает. Так оно работает. Глаголы работают в моменте здесь и сейчас. И они подсказывают вам, как быть в гармонии со своей душой, как двигаться с ней вместе согласно тем задачам, которые она выбрала для этой игры. Потому что пути реализации этих задач могут быть разные. Главное, чтобы вы ее слышали и у вас была гармония. Да, сразу оговорюсь. Эту технику я давала, много раз давала. И на своих семинарах давала. Лишь единицы, лишь единицы людей, которые смогли выполнить, включиться и потом оформить индивидуальное предпринимательство и работать. Основная часть людей мне потом звонила еще иное количество раз с вопросом, а если я напишу три глагола, а если я тут пять существительных добавлю, а если, а если, а если. Господа, когда я это слышу, мне на самом деле очень весело. Я понимаю, что человек ни черта не хочет менять своей жизни. Он вообще не хочет этим заниматься. Но его мучает совесть, и он делает вид, как будто он чем-то пытается заниматься. Как-то менять себя и свою жизнь. Как-то найти свое предназначение. Так вот, звонить мне в таких случаях не надо. Оборжу. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч!